Доброго дня всем, кто настроен на 99,5 FM. С вами Татьяна Мальцева. У меня для всех хорошая новость, но для всех, кому не чуждо понятие развития Нижнего Новгорода, завтра в столице Привожи пройдет конференция «Нижний Новгород завтра». Вот так вот. Инструментарий позитивных перемен, посвященная эта конференция, будет вопросом комплексного развития территории, повышения качества городской среды. Как я люблю тех, кто пишет заголовки, к чему посвящена конференция. У нас в гостях куратор региональной программы, партнерка-обыстрелка Алексей Муратов. Алексей, добрый вечер. Вам тоже смешно? Да, ну, мне не смешно, но вы знаете, в общем, на самом деле, современная урбанистика так называемая, раньше ее называли больше градостроительством, конечно, в общем, это на 50% такая наука жонглирования разными словами. Словами. Хотим ли мы, чтобы у нас повысилось качество городской среды? Участники конференции говорят, да, а как мы хотим это сделать? Как вот хотят они сделать, повысить качество городской среды? Вообще конференция, это, я так понимаю, место, куда приезжают различные эксперты и начинают обмениваться своими соображениями. Что можно сделать? Ну, а в данном случае конференцию проводит дирекция Московского урбанистического форума. Это крупнейшая национальная площадка обсуждения вопросов развития городов. И в данном случае все-таки основная цель – это наладить диалог экспертного сообщества и власти, и при этом и экспертного сообщества и власти разных уровней. То есть, если мы говорим о власти, то это региональный, городской. Если мы говорим о экспертном сообществе, то это локальное, местное сообщество, московское, российское и международное. Причем я вам скажу по секрету, такой секрет Полишинели, что местное экспертное сообщество должно уже отчаялось докричаться до городской, региональной власти. Ну, вот насколько мы видим, а мы очень внимательно следим за всеми перипетиями, не удается, как правило, достичь диалога. Потому что эксперты говорят, вот тут надо беречь, тут надо хранить, вот тут нужно убирать автомобили. Власть, говорит, вот тут нужно зарабатывать денег. И вроде все понимают, что нужно же зарабатывать. Ну, проблема, конечно, очень большая. Она была и в Москве, что, скажем, профессиональное сообщество, общество в широком смысле этого слова, и власть, они друг друга абсолютно не слышали, причем это было долгое время. А сейчас что-то поменялось? Ну, сейчас получше, да, немножко получше все-таки. Но вот такие как раз площадки в том числе, они позволяют эту слышимость повысить. Тем более, мне кажется, что в Нижнем Новгороде много для этого предпосылок. Мы можем просто вспомнить историю вашего города, когда, в общем, голос профессионального сообщества, который возглавлял в свое время Харитонов, вообще-то вполне было слышно. А напомните, результатом этого вот слышания взаимного что стало? Результатом этого взаимного слышания стал, в общем, всплеск так называемой Нижегородской архитектурной школы во второй половине 90-х, в начале нулевых. Потом как бы эта слышимость упала, соответственно, и всплеск этот уже сменился мелкими барашками. Конференция, которая пройдет в Нижнем Новгороде, это уже такой второй этап, я могу сказать, потому что в Уфе уже прошла конференция Московского урбанистического форума. Да, это региональная программа Московского урбанистического форума по городам-миллионникам. И эта программа, она кульминирует в декабре в Москве, вот в рамках уже московского события. Будет и выставка, самые интересные мы проекты отберем, которые есть в миллионниках. И исследования сделаем по миллионникам, как поживают вообще эти города сейчас. С Алексеем Муратовым до эфира мы попытались затронуть самые различные темы и порой, в общем-то, договорились до очень интересных вещей, в том числе и выяснили взгляды экспертов на генплан. У нас, я напомню, буквально несколько дней назад 212 изменений в генплан были приняты по одному списку. Я Алексею это рассказала как, на мой взгляд, выпиющий пример, а Алексей к этому отнес очень спокойно. Ну, я к этому отнесся спокойно, потому что, ну, я думаю, что все с точки зрения законы, нормы и правила соблюдены, ведь результаты публичных слушаний, они принимаются во внимание, они не являются обязательными для принятия решений по генплану, поэтому, в общем, там довольно сложно оспорить какие-то вещи, если только там не имеет места какие-то выпиющие нарушения действующего законодательства. Поэтому, ну, к этому надо относиться спокойно, и понятно, что, в общем, надо бороться за свои права, но для этого, в общем, публичные слушания пока не самый, к сожалению, удачный инструмент. Но меня вот больше интересует генплан как документ, ваше отношение. Генплан, вы знаете, ну, тут я бы не советовал втягивать наших слушателей в такую узкопрофессиональную дискуссию, можно просто сказать, что, во-первых, тут вообще-то фундаментально не генплан, фундаментально две вещи. Во-первых, надо знать свой город, иметь о нем максимально исчерпывающую информацию. Желательно, чтобы эта информация была в доступных источниках в интернете. Это знание помогает сформировать видение того, каким должен быть город в будущем. И это видение должно являться, в общем-то, предметом общественного консенсуса. После того, как появилось знание и видение, вы делаете документ, который называется генпланом, который отражает эти два аспекта. Насколько я знаю, в общем, информационная база градостроительная очень слабая в наших городах. Соответственно, в общем, те данные, которыми жонглируют или оперируют разработчики, они, в общем, либо недостаточные, либо недостаточно качественные. Видения какого-то стратегического развития городов тоже отсутствует. Поэтому все эти генпланы, они, в общем, немножко, ну, просто абсолютно формальные, демонстративные документы, чтобы поставить галочку, сказать, что вот мы разработали генплан. А зачем это делается, в общем, для чего, не очень понятно. Стратегическое видение развития города – это все-таки насколько по времени протяженный процесс? Это, в общем, я бы сказал так, ну, по опыту каких-то прецедентов, да, ну, лет на 20 надо иметь стратегическое видение, и надо его актуализировать, там, на более среднесрочную перспективу, там, 5-8 лет, скажешь. Понятно, что вопрос не к вам, как к экспертам-урбанистам, но, тем не менее, вы же все равно об этом задумываетесь. Есть ли у нас в России, может быть, вы знаете такие примеры, города, где власти вот 14-го года понимают, все, что они делают, это с прицелом на 20-25 лет, и что вновь пришедшие, они должны будут понимать, эти люди, они не самодурством занимались, у них был стратегический план развития. Я думаю, что, ну, про города, я, ну, есть какие-то примеры, редкие, не буду их приводить, но в регионах есть вот Калужская область, например, в общем, регион с очень четким пониманием своего вектора развития. Есть города, которые, на самом деле, ищут, как бы, и уже вот подходят вплотную к разработке таких документов, ну, пионером здесь была Перми, это ни для кого не секрет, но я бы сказал, что вот такие города, например, как та же Уфа или Калининград, предположим, они, в общем, довольно серьезно думают о своем будущем сейчас. Вы завтра будете модератором конференции, как бы вам хотелось, единство мнений или все-таки разных мнений и столкновений? Ну, если единство мнений, это будет такое больше информационно-отчетное мероприятие, конечно, хотелось бы, чтобы была какая-то дискуссия, ну, попробуем ее разогреть и немножко, ну, так, и разогреть, и подогреть. Ну, надеюсь, что все-таки какие-то разные мнения будут посмотреть. Я напомню, что сейчас проходит такая региональная, региональная площадка, да, Московского урбанистического форума, вместе с нами представитель, куратор региональной программы, Муф Алексей Муратов, и все это начинается завтра, это конференция однодневная или она на несколько дней рассчитана? Это конференция однодневная, у нее довольно короткая программа, одно пленарное заседание, три круглых стола. Но при этом очень такой большой ряд гостей и даже временно исполняющий губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев в докладчиках и глава города, Алекс Арук, я просто смотрю по спикерам. Да, да, там представительность. Прекрасно, что главных архитекторов и области, и города тоже великое множество, так что есть надежда на то, что вот этот вот процесс слышания произойдет и какие-то выводы будут сделаны. Ну, мне кажется, что вот этот вот процесс выслушивания друг друга, обмена мнениями на данном этапе, он самый важный, конечно. Я желаю вам завтра горячей площадки, так чтобы вам, по крайней мере, как модератору было точно не скучно. Модератору никогда не скучно, потому что ему, по крайней мере, надо следить за временем. Я сегодня главный модератор, 17-20, я понимаю, что мы с вами можем долго разговаривать и бесконечно. Посмотрим потом, к концу года, к каким выводам вы придете. По крайней мере, надеемся, что материалы уже Московского урбанистического форума, они будут в широком доступе. Ну, я думаю, что мы вам сообщим и вашим слушателям тоже. Спасибо большое. Спасибо. С нами был Алексей Муратов. Муратов, куратор региональной программы Московского урбанистического форума. Впереди на ННРадио информация с дорогого города не пропустите. Муратов, куратор региональной программы Московского урбанистического форума.